Всем добрый день, это компания Vinteo, меня зовут Руслан. В прошлом видео мы остановились на том, что распаковали и подключили наш терминал Vinteo ST. Если вы не видели первую часть по распаковке терминала, настойчиво рекомендую с ней ознакомиться. Ссылка будет в правом верхнем углу. Сегодня мы настроим наши устройства, такие как камера и микрофон, и попробуем с помощью терминала совершить звонок, чтобы убедиться, что все работает и настроено должным образом. Но прежде небольшое отступление. В прошлом видео я забыл упомянуть об одной немаловажной вещи, а именно о том, что если у вас в комплектации микрофон Techstar, то для работы ему необходимо фантомное питание. Оно включается на задней панели внешней звуковой карты, и также обратите внимание, что громкость микрофона настраивается здесь же, вот эта крайняя левая крутилка отвечает за громкость микрофона. Теперь, когда мы с этим разобрались, давайте перейдем к настройке наших устройств. Заходим в настройки, системное, устройство. Пойдем по порядку. Аудиовыход. Здесь сразу можно проверить, работает ли аудиовыход. Нажимаем на кнопку справа. Если вы слышите звуковой сигнал, значит все настроено верно. Идем дальше. Аудиовход. Это наш микрофон. Здесь может быть несколько опций, поскольку терминал обладает встроенным микрофоном, но нам нужен вот этот PCM2902 USB Audio. Это и есть наш внешний микрофон. Как вы видите, индикация показывает, что микрофон включен и работает. Идем дальше. Монитор. Поскольку мы используем один монитор, то выбирать тут особо не из чего. Если бы у нас их было два, то их можно было бы назначить как первый и второй. Об этом более подробно я рассказывал в прошлом видео. И последний. Это видео входа. Здесь мы выбираем камеру. Ее можно назначить основной, то есть главной. Презентацией и дополнительной. Также здесь есть настройки камеры. Выбираем нашу камеру главной. Нажимаем сохранить. Как мы видим, появился значок в виде звездочки в правом верхнем углу камеры. Это значит, что камера у нас главная. Если мы теперь выберем презентацию, то значок сменится на другой. Давайте поставим третью дополнительную. Значок также поменялся на плюс. Таким образом, очень удобно видеть, какая камера на какую роль настроена. На главную, презентацию или дополнительную. Давайте поставим ее как главную. Итак, мы настроили наше устройство. Теперь давайте их протестируем. Сначала мы позвоним в режиме . . отдельному абоненту, а потом позвоним в какую-нибудь конференцию. Итак, набираем IP-адрес устройства. Вот здесь. Либо можно воспользоваться историей звонков. Этому абоненту сегодня я уже звонил, поэтому я просто выбираю один из номеров в истории и нажимаю на зеленую клавишу «Позвонить». Дим, привет! Как слышно, как видно? Руслан, привет! Видно, слышно тебя хорошо. Передавай привет всем нашим подписчикам на YouTube. И двигаемся дальше. Привет, коллеги! Спасибо большое! Отбиваемся. Для того, чтобы отбиться, мы нажимаем красную клавишу на нашем пульте. Управление терминалом. Теперь давайте попробуем позвонить в какую-нибудь конференцию. Сегодня я уже звонил вот в эту конференцию. Нажимаем также зеленую клавишу, выбрав номер конференции из истории звонков. Но давайте я покажу более наглядно. Если вы будете звонить в какую-нибудь конференцию первый раз, то набираем ее номер. В данном случае это 1800. Ставим собаку. И вписываем IP-адрес того сервера, на котором эта конференция проходит. Нажимаем зеленую клавишу. И так, как мы видим, мы попали в конференцию на сервере Windows. Значит, мы все подключили правильно и все работает. Продолжение следует...